Регионы страны должны быть готовы к паводкам заранее. На заседании правительства под председательством премьер-министра Алихана Смаилова были рассмотрены меры по обеспечению защиты населенных пунктов в предстоящий паводковый период. На сегодня, благодаря проводимым мероприятиям, удалось снять угрозу с 214 и минимизировать риски для 607 населенных пунктов страны. А в рамках подготовительных работ с начала года в регионах возведено 25 километров временных дамб и 57 километров валов. Очищаются каналы, арыки, автомобильные и железнодорожные водопропускные сооружения. Алихан Смаилов подчеркнул, что все подготовительные мероприятия необходимо завершить до начала зимы. Также в рамках совещания Кабинета министров был рассмотрен ход реализации концепции миграционной политики. Данная программа нацелена на совершенствование существующих и развитие новых подходов в управлении миграционными процессами, в том числе привлечения в страну высококвалифицированных специалистов. Так теперь иностранцы, обладающие профессиями из перечня востребованных, могут ходатайствовать на получение вида нажительства в упрощенном порядке. Как отметила в своем докладе министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуисенова, с начала года в Казахстан вернулись около 14 тысяч этнических казахов из Китая, Монголии и стран СНГ. В рамках концепции пересмотрен механизм приема заявлений на получение статуса ХАНДАС. С 1 июля зарубежные консульства нашей страны при рассмотрении обращений этнических казахов начали работать по принципу единого окна. Кроме того, ведется работа по обеспечению трудовых прав граждан Казахстана, работающих за рубежом. По данным Министерства иностранных дел, за первый квартал текущего года за рубежом находятся более 194 тысяч работающих граждан Казахстана. Мы приняли дополнительные меры для инициирования новых соглашений с Турцией, Объединенными Арабскими Эмиратами, Великобританией и другими странами, защищающими трудовые права граждан нашей страны. Продолжение следует...